Залужный так описал свое отношение к Зеленскому. Ему не нужно разбираться в военном деле так же, как и в медицине или строительстве мостов. Отличный солдатский юмор. Британия спишет два военных корабля из-за нехватки моряков. Царица морей болеет. Мобилизация стала словом года на Украине. На втором месте контрнаступ. Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло почти до 23 тысяч. Число раненых превысило 58 тысяч. Кулева призвал украинцев не кипишовать из-за заявлений США, а сокращающейся помощи Киеву. Высочайший культурный уровень украинских дипломатов. А мы продолжаем движение к свету. И снова здравствуйте. С вами новости на светлой стороне. Здесь мы видим светлое, даже в плохом. Не забывайте, что канал может продолжать свою работу только благодаря вашей поддержке. Сканируйте этот QR-код и поддерживайте канал донатами. А также подписывайтесь на все социальные сети. Все ссылки по одному QR-коду. А теперь поехали. Возможно, Украине придется согласиться на прекращение огня. В The Wall Street Journal играют в мачеху Золушки. Как? Раздают многочисленные пасмурные поручения, которые необходимо срочно сделать в 24-м году тем, кто благодаря своей исключительной бездарности в 23-м без помощи феи уже умудрился превратить коллективный запад в цивилизадницу. Так что там по мачехе? Наклепать для украинской террористической организации обещанный миллион снарядов. Согласовать в Конгрессе 60 миллиардов подаяний для сине-желтого театра марионеток. Как-то выпрать Орбана, чтобы он перестал блокировать 52 миллиарда долларов, без которых самостоятельная и независимая вторая Франция не сможет выплачивать учителям, чиновникам и пенсионерам ни зарплаты, ни пенсии. А еще хранителям западных ценностей надо придумать, как украсть золотовалютные резервы России. Если описать весь этот список дел двумя словами, то криворуким нужно реанимировать тыкву обратно в карету. Что даже звучит нереалистично, а значит впереди нас ждет еще один год веселых шуток и задорного смеха. Цитирую. Настойчивое стремление Украины вернуть все территории, которые она потеряла с 2014 года, понятно и вполне законно. Но события последнего года ясно демонстрируют, что эта цель не может быть достигнута в ближайшее время. Хваленая контрнаступление Украины провалилась, российским силам удалось удержать свои хорошо укрепленные позиции. Двойные стандарты Запада – это, пожалуй, бесконечный источник морального самоничижения западников. Чего только стоит эта фраза? Понятно и вполне законно. Запомнили ее? А теперь вспомним голландские высоты, западный берег реки Ордан, Фолкленде, Техас и так далее. Получается, что в США с пониманием отнесутся, если Сирия начнет бомбить Израиль, а Мексика – сами США. Но то другое же. А вот и еще цитата про стоящую на коленях экономику России и страдающих русских. Экономика России оказалась более устойчивой, чем ожидалось. И страна наращивает темпы военного производства намного быстрее, чем Украина и ее союзники. Этот конфликт продемонстрировал слабость оборонно-промышленной базы Запада, главным образом в Европе, но и в значительной мере в Соединенных Штатах. Друзья, начинается очередной год голых королей и зеленой плесени. Ну и что же нам теперь говорит Вашингтон? Пока главный по зеленой плесени снова обещает в этом году захватить Крым, что уже даже не смешно, в звездно-полосатом главке топчут остатки былого энтузиазма. Цитирую. Широко разрекламированное Западом контрнаступление Вундерваффи не смогло добиться победы. Украинская армия понесла ошеломляющие, хотя и официально непризнанные потери. Когда поток добровольцев пошел на убыль, Киев возродил древнюю британскую тактику тотальной мобилизации, хватая на улицах как молодых, так и пожилых мужчин и направляя их на военную службу. Какая элегантная шпилька в грустную Жозефину Карлика Белый Нос со сравнением с британской практикой. Стоит только вспомнить, кто соломой на голове вместо волос приказал украинцам разрушать свои дома вместо заключения мира и нейтрального статуса. Конечно, британец. Какая ирония. Британия, должно быть, сами недоумевают, как можно быть такими долбозаврами, чтобы разрушить свою страну в интересах британской короны абсолютно безвозмездно. И правда, пожалуй, 404-я – это единственная страна в истории человечества, которая принесла себя в жертву настолько рабски. Цитирую, что пишут у хозяев протуземцев. Киев наводняют раздоры, политические и военные чиновники вцепляются друг к другу в глотки. По мнению некоторых из собственных помощников Деленского, одержимость украинского президента Победы превратилась из героической в бредовую. Энтузиазм союзников по поводу вливания большего количества денег и оружия в украинскую черную дыру угасает. Единственный оправданный вывод из всего этого заключается в том, что большинство западных политиков – дураки. И раз уж пошла такая пьянка, еще немного посыплю соли для памяти. Немного фактов для восхищающихся интеллектом Запада. Украина сохранила бы свою территорию, если бы не нарушила свои обязательства быть нейтральной. При этом сохранила бы сотни тысяч жизней, не испытав разрушения многочисленных населенных пунктов, не пичкая свою плодородную землю минами и кассетами. Запад сохранил бы свой бизнес на Украине и в России, не нанес бы невосполнимый урон своей экономике и моральному авторитету. Но есть и хорошие новости. Благодаря тупости невратьев и саксов, русские вернули себе достоинство и здравый смысл, наконец-то сняв розовые очки Made in the West. И за это большое спасибо. В чем смысл НАТО? А давайте еще пройдемся по таблеткам для памяти и для достоинства. С каким сладостным упоением всякие лимитров и сильно похожие на шакала-табаки пытаются облаять СССР, стараясь вызвать у нас чувство вины за танки в Венгрии и Чехословакии. А-а-а! Старый волк промахнулся! Акену промахнулся! Акену промахнулся! Конечно, иллюстрируя этими историями свои утверждения о людоедской природе коммунистического режима. Но при этом... Мне, право, неловко как-то... Ну, как-то лицемерно умалчивая о людоедских капиталистических режимах, жестоко расправляющихся с несогласными. Цитирую. В ноябре 1973 года студенты стихийно оккупировали самый престижный университет Греции – Афинский политехнический институт. После пяти славных дней, в течение которых центр города был временно освобожден от гнета тогдашнего режима, армия вошла в город с колонной танков американского производства во главе и подавила восстание в политехе. Следуя за танками, разгромившими главные ворота политехнического института, командос и жандармы, тщательно отобранные за их преданность фашизму, уничтожили все оставшиеся очаги студенческого сопротивления. В течение нескольких недель после этого в полицейских камерах раздавались крики пытаемых в них студентов. Студенческий протест имени «Они же дети» был подавлен американскими танками. Ау! Где возмущение, тирании, капитализма? Либерта? Его нет! В этом вся якобы свободная демократическая общественность. Ее борьбу за свободу мы видим только, если под нее выделен бюджет. Эдакая продажная борьба за свободу. Еще цитатам. Наслаждайтесь. Греческий переворот был частью длинной серии государственных переворотов, организованных ЦРУ по всему миру. От переворота 1953 года, в результате которого был свергнут Мохаммед Массадык, последний демократически избранный премьер-министр Ирана, до убийства генералом Аугусто Пиночетом президента Сальвадора Альенда. В 1973 году в Чили. Почему об этом не трубят на каждом углу? Потому что грантажерам за это не платят, а за мифологию про демократию и права человека платят. Вот и весь секрет. Я знаю, что меня смотрят и на Украине, считающие, что НАТО – это щит демократии. Вот что говорят об истинных целях НАТО сами американские военные. Цитата. Во-первых, это дает нам возможность оставаться в Европе. Во-вторых, позволяет не пускать в Европу русских. В-третьих, помогает сдерживать Германию. Мне пришла в голову такая мысль. Стремление в НАТО – это новый психологический тест на вменяемость. С его помощью так просто понять, у кого конкретно свистит фляга. Браво! Долг Пенни. А это история про самого главного голодранца и мошенника на Земле. Я США. Это государство стремительно утрачивает способность финансировать свои расходы. Вместо того, чтобы начать жить по средствам, дряхлеющий гегемон с каждым месяцем все больше влезает в долги, которые уже никогда не сможет отдать. Летом задолженность штата была 32 триллиона, в сентябре она увеличилась до 33, а на данный момент задолженность штатов составляет 34 триллиона долларов, при уровне ВВП чуть больше 23 триллионов. Такой скорости полета к статусу банкрота позавидует даже Украина, чей долг приближается к 100% ВВП. Но у этих двух финансовых ангелочков есть шанс слиться в банкротном экстазе уже через годик-другой. Подайте что-нибудь на пропитание. А мы не сможем отказать себе удовольствия наблюдать за тем, как неспособность начать жить по средствам уничтожить сначала гегемона, а потом и его колонии. Новогоднее интервью Владимира Зеленского. Взаикономист больше не считают, клоуну со спущенными штанами смешным. Теперь этот неряшливый персонаж все чаще играет роль козла отпущения, причем грустного козла. Вот какие мысли на новых украинских братьев навеяла новогодняя речь «Карлика Белый нос». Цитирую. Главный пиарчик уже не задает тон, как всего два года назад. На Украине воцаряется усталость. В заголовке западных газет задаются вопросом, а не начал ли президент России Владимир Путин побеждать. Лично меня в этом небритом деятеле всегда поражало то, насколько мало его волнуют жизни своих граждан. И как подобострастно он прислуживает белым хозяевам. Судите сами, цитируя попрошайку обращающегося к кошелькам европейцев. Снабжая нас деньгами или оружием, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших. Что еще больше удивляет, так это то, что до сих пор есть украинцы, которые продолжают доверять президент, который своих силком тащит на смерть ради спасения жизни Ганса, Франсуая и прочих рогатцин. Я могу ошибаться, но мне кажется, это первый случай в истории, когда первое лицо государства, якобы выбранное демократическим путем, работает не в интересах своего народа, а в интересах чужого. Да если уж быть необычной страной, так во всем. Если клоун, так клоуна, да во всем. С одной стороны, к причинам позорного провала контртоптания на месте типа высокой травы и кустов добавились сливы. Сливы о подготовке наступления на юг, которые озвучивали все, кому не лень. Сам Зеленский, его подельники Буданов и Подоляк. Эти архаровцы почти каждый день хвастали, что скоро выйдут к Азовскому морю. А с другой стороны, Зеляшут тут же сообщает, что эпицентром боев в 1924 году станет битва за Черное море. А за эту сливу он кого будет винить через год? Забегая вперед, я скажу, что в битве на море спихнуть провал на высокой траву и кусты уже не получится. Я дико извиняюсь, но процитирую Залужного, уже высказавшегося, все, что он думает по этому поводу. Мы в тупике. Кровь украинцев на руках Байдена. В 1924 году эта резня продолжится. В продолжении темы использованного сине-желтого изделия свой материал публикует Ньюс Вик. Чем больше проходит времени с декабря 1921 года, когда США отвергли предложение России о переговорах по безопасности в Европе, тем очевиднее становится ничтожность роли несостоявшегося украинского государства, незрелые умы которого были прельщены звучными эпитетами про оплот свободы и прочий демагогический мусор. Позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски, вы великий человек, государь. Да нет, ваше величество, нет, мне себе не перебороть. Я еще раз повторю, простите мне мою разнузданность, но вы, ваше величество, великан. Цитирую. Байден не разрешает поставлять Украине достаточное для победы количество оружия, предпочитая вместо этого показную добродетель и имитацию активной поддержки. Роль еще не вмерщиков, как у выгодной дешевой инвестиции США, это самоуничтожаться как можно дольше. А давайте сразу еще к одной цитате. Байден предпочел использовать американский народ в качестве дойной коровы, а украинца в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои неудачи, выкачивая при этом деньги из налогоплательщика, Вашингтон развернул пропагандистскую кампанию о помощи Киеву в борьбе за демократию, несмотря на то, что Украина носит статус самой коррумпированной страны в Европе. Чувствуете, как после таких статей растет брезгливое отношение к Украине? Но почему? Все дело в логике использованного изделия. Оно отработало и от него избавляются. Именно этим объясняется поток пренебрежительных эпитетов в адрес тех, чьими флагами совсем недавно было модно украшать города, обложки СМИ и даже общественные туалеты. В это трудно поверить, но кампания по развенчанию украинцев дошла уже до того, что в их гибели уже обвиняют не Путина, а Байдена. Цитируем. Хоть спецоперацию объявил российский лидер Владимир Путин, Байден в равной степени несет ответственность за уничтожение Украины и гибель ее солдат. В равной степени. За такие слова еще год назад человека сожгли бы, как ахента Путина. А сегодня не боятся печатать в ведущих СМИ. Чудо не произошло. Предателей никто не любит. Наслаждайтесь, не братья. Закрытие заводов и упадок Европы. Зависть. Зависть к развитию глобального юга все труднее скрывать европейцам. Причина – высокомерие и тупость одновременно. В Европе обязаны всем, что у нее есть индустриализации. Нынче мода на деиндустриализацию. Трубозаводов. Производство. Торговый центр. Развлечения. Оказание услуг. Зеленая энергетика. Булки, растущие на деревьях. Да, я воль. Цитирую. Идея доиндустриализации Европы оказалась не самой лучшей. Если ее авторы думали, что вместо товаров мы будем экспортировать ценности или наши представления о том, как должен жить мир, то спешу огорчить. Скорее всего, спроса на эти наши ценности и представления не будет. Современные потешные западные политики, которые пришли на все готовенько, возомнили себя вершителями судеб мира. За последние 20 лет разбазарили богатое наследство, заигравшись в экологию. Они думали, что мир бесконечно долго будет нуждаться в Европе, но тут вдруг выяснилось, что глобальный юг стал самостоятельным. Теперь у него европейцы покупают все, что когда-то производили сами на заводах, которые частично позакрывали, а частично перевели в США. Проблема в том, что деиндустриализация сопровождается упадком образования. Ученые и инженеры больше не нужны. Уж мы-то знаем об этом не понаслышке. Спасибо либералам и демократам. В этом-то и заключается евротупость. К счастью, наш трагичный пример либерально-демократических реформ цивилизованных ничему не научил. Цитирую. Политики, похоже, не поняли, что деиндустриализованная Европа будет слабой. А кто слаб, тот закономерно не может навязывать другим свои ценности и советы, не говоря уже о правилах. Друзья, ведь это счастье. Благодаря евроглупости мир получает шанс на спасение от их ценностей и правил. Я ясно понимал, что магазин это одно, а промышленность это другое. Было очевидно, что для настоящего уничтожения коммунизма ничего более смертельного для него, чем частная собственность в большом производстве, не существует. А именно это и была наша задача. Главное, чтобы их мудрые лидеры с вишневой косточкой вместо мозга оставались у власти как можно дольше. Нам останется просто наводить порядок у себя дома и периодически приходить к реке, чтобы не пропустить момент, когда там проплывет. Ну вы поняли. Россия обновила рекорд по экспорту зерна. А тем временем Россия развивается. У нас за первую половину сельскохозяйственного года, начало которого было 1 июля 2023, установлен рекорд по экспорту зерна. Цитирую. Экспорт зерна с начала сезона бьет исторические рекорды. На середину декабря он составил 31 миллион тонн. Это плюс 33% к предыдущему сельхозгоду. Из них 24 миллиона тонн плюс 23% пшеница. Это исключительный результат. Примечательным в этой новости и то, что роль нефти и валютной выручки страны постоянно сокращается. Мы смогли преодолеть санкционные ограничения, целью которых было обрушить наш сельскохозяйственный экспорт. Россия вносит значимый вклад в победу над голодом в мире. А наше сельскохозяйственное производство ставит новые рекорды. Мы идем вперед, и это здорово. Да, и для справки, для пропустивших последние несколько лет и считающих, что Россия – это бензоколонка, зависящая от продажи нефти, доля нефтегазовых доходов бюджета составляет всего 28%. 10 лет назад этот показатель был выше 50%. Так что работайте, братья! А у меня на этом все. С вами была Катерина Лоренс. До новых встреч! Спасибо за поддержку! И не забудьте подписаться! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!